так всем добрый день напишите пожалуйста хорошо ли меня слышно и видно хорошо прекрасно прекрасно отлично ну что же доброе утро я всех рада вас приветствовать на нашем вебинаре в этот прекрасный весенний день и я очень рада что вы присутствуете на нашем мероприятии я надеюсь что оно будет очень полезным для всех для нас мы познакомимся с вами вы познакомитесь с нами с нашей компанией с людьми которые в ней работают ну и конечно с тем что мы предлагаем я считаю что это событие которое мы сегодня проводим наш вебинар она даже важнее чем всегда почему потому что сложившихся обстоятельствах обстоятельств последнего времени когда туризм сейчас переживает очень сложные времена есть и возникло на рынке очень много агентств много сотрудников которые даже возможно не подозревали о том что будут продавать туры в карелию но раз так случилось мы с вами все в одной лодке мы вам обязательно поможем научим это делать и я хочу обратиться к агентствам которые с нами еще от не работали у вас есть уникальная возможность узнать что теперь сегодняшнего дня у вас сомнений есть надежный партнер на которого можно положиться люди которые работают с нами давно уже несколько лет уже знают о чем я говорю а я говорю о компании карелия гид и сотрудников которые у нас работают вы наверное знаете что компания у нас крупная мы очень много туристов в год отвозим в карелию и северо-запад за прошлый год мы отвезли 54 тысячи человек это очень большая цифра но может быть кому-то будет сложно поверить что это эту всю огромную работу делают всего лишь 10 человек и почему же у нас получается десятки смелых людей делать такое огромное дело потому что каждый буквально каждый в нашей компании находится на своем месте каждый из наших сотрудников профессионал на все сто процентов он знает что он делает он знает свою работу знает объекты знает то как нужно работать и с туристом и с агентом и с партнерами и вы можете быть уверены в том что все что мы сделаем для вас для ваших туристов это будет наивысшего качества это будет самое лучшее мы отдадим все силы и всю нашу душу для того чтобы ваш турист остался доволен и вы можете можете быть абсолютно спокойно как бронировали тур в карелии гид можете спать спокойно потому что мы ваших туристов не бросим не оставим обязательно сделаем все что они пожелают обычно максимальное количество желанием туристов возникает уже в процессе когда они поехали в тур а вот и поэтому я еще раз приветствую всех ну и дело в том что мне бы хотелось бы начать с приятного наше наше мероприятие поэтому я уже самого начала хочу разыграть два тура среди вас и подарить вот эти два маленьких подарочкам один будет тур в карелию и один тур выбор что для этого нужно будет сделать все переключите пожалуйста ваши клавиатуры на русский язык приготовьтесь писать и я вам задам вопрос тот кто первым правильно ответит получит в подарок поездку так ну начнем первый вопрос всем известно что в 1703 году пётр первой основал петербург скажите пожалуйста какой еще город был основан также в 1703 году так и вот у нас есть уже девушка я на которая я на я на убежала я на лоппер она выиграла тур в карелию в русский алла на один день сразу хочу заметить что эти туры вы можете использовать как для себя также для своих туристов то есть не запрещено продать этот тур своему клиенту ну и соответственно деньги оставить себе вот спасибо большое что так живо все подключились стали писать здорово вот и второй вопрос который я хочу задать он тоже очень легкий поэтому всем держите руки на клавиатуре вопрос такой в каком городе находится единственный в россии средневековый замок о людмила ответила да правильно это город выборг ну и людмила у нас выигрывает тогда поездку выборг однодневный тур который также можно использовать для себя или для своих туристов ну что же вот начали с хороших моментов хочу сказать что в нашем вебинаре будет розыгрыш еще поездок это будет еще три поездки участие в наших турах а также два места в рекламном туре о котором девчонки скажут чуть позже вот и думаю что все кто не был в карелии можете присоединиться и получить массу впечатлений узнать и увидеть все уже своими глазами все что мы сегодня расскажем вам вот поэтому участвуйте активно готовьтесь девчонки будут задавать вопросы я вам открою один секрет на основе того что они вам расскажут сегодня вот поэтому внимательно слушайте и быстренько пишите так ну что же тогда я хочу представить мою коллегу это юлия ведерникова она у нас руководит отделом розничных продаж то есть работая с прямым клиентом вот отлично как я уже сказала как все у нас все делают она также отлично продает отлично умеет разговаривать с туристами и если пример у вас есть какие-то вопросы по поводу работы непосредственно с прямым клиентом вы можете потом написать и позвонить все контакты у нас есть на сайте вот она вам обязательно подскажет что же нужно какие же слова нужно сказать туристу для того чтобы у него не осталось никаких сомнений и он получил массу удовольствия но и очка я передаю сейчас свое место июля всем добрый день меня зовут юля и мне сегодня выпала честь познакомить вас непосредственно скорее ли с какими-то нашими фишками новинками турами массивная часть но я надеюсь что мы с вами сможем это сделать обсудить очень быстро так пропал видео сейчас верну быстро у нас это все проходит мы все воодушевимся карели и все сможем в нее влюбиться если тот еще не сделал если у вас будут вопросы по презентации в течение моего рассказа то вы можете сдавать их чат у нас на чате ксения это наша техническая поддержка на сегодняшний вебинар она будет режиме онлайн вам отвечать чтобы никто не забыл вопросы под конец и все получали соответственно в ближайшие сроки ответы на опять-таки ваши вопросы но пока стандартно хочется познакомить вас с основными объектами показа в наших турах то без чего нельзя представить ни один наш тур и начнем мы с такого прекрасного города как сортовала позже объясню почему именно сортовала когда мы едем в карелию а это все-таки наше основное направление мы конечно же останавливаемся на проживание либо в принципе проезжаем тот или нот город и сортовала такой старинный очень уютный финский городок у него такой остался лоск старины под его архитектурой это прекрасные здания европейского типа ну и конечно же именно сортовальском районе находится необходимые объекты для нашего посещения все основное что можно посетить однодневных и двухдневных поэтому нет ни одного тура в карелию практически в котором мы бы не заезжали в этот удивительный город соответственно здесь мы иногда и проживаем про гостиницу мы тоже с вами сегодня поговорим следующая такая остановка несмотря на то что она пойдет перед городом сортовала просто начнем так там с вами с городов это крепость карела сейчас в принципе пойдут наверное те объекты которые я называю золотым маршрутом потому что это тот путь который нельзя избежать когда мы едем с вами в карелию или в русский а и про крепость карела отдельно у нас новость да это средневековая тоже крепость когда-то оттуда начиналось строительство города часто прекрасные музейные объекты удивительная просто архитектура опять-таки и природам после которой раньше мы совершали просто остановки естественно гиды рассказывали историю этого объекта а далее было свободное время сейчас мы идем дальше и хочется радовать туристов еще больше поэтому мы организовываем с 15 апреля не просто остановку и внешний осмотр крепости карела но еще экскурсию внутри музейного объекта и обратите внимание что эта экскурсия уже будет включена в стоимость тура то есть доплачивать за нее не нужно прекрасные гиды на территории располагаются поэтому все из бережных рук нашего гида мы придадим бережные руки других специалистов поэтому помимо прекрасного внешнего осмотра туристы также узнать побольше истории данного места следующий объект это водопад ахинкоски ахинкоски еще вы можете увидеть в каких-то моментах да где может это будет написано опять-таки водопад еще называют русский альским порожистый не самый высокий водопад но его скажем так виды конечно же никого не оставят равнодушным зимой он известен тем что образуется лед в виде блинчиков или пельмешков как называют шутливо туристы а летом это конечно же бесконечные потоки воды который имеет определенный такой рыжий оттенок что тоже опять-таки никого не оставляет равнодушным и самое удивительное что вот на второй фотографии можете видеть на объекте располагается аллея сказок помимо того что объект также прославился в художественных фильмах россии так как например азори здесь тихие здесь также есть такая небольшая тропинка которая деревянная проходит по территории водопадов и приводит на несколько таких подвесных мостиков их еще называют мостиками желаний поэтому все кто будут просто в карелии либо например с нашим рекламным туром я обязательно вам советую пройтись по ним и загадать свои самые заветные желания это обязательно конечно же после водопадов наша дорога всегда приводит на сборный парк русский ало жемчужина сортовайского района и всех тур по карелии это бывший мраморный завод здесь когда-то добывался мрамор который возился в россии в частности конечно же санкт-петербург сейчас это удивительная парк потрясающая инфраструктура там очень безумно приятно ходить гулять множество заведений питания при этом продумано чтобы туристы и экстремальные какие-то развлечения попробовали и в музей сходили и плюс именно в парке находится платформа ретро поезда где можно посмотреть на такой удивительный исторический состав поэтому прогулась по этому парку практически каждый турист который звонит с просьбой подобрать тур и когда спрашиваем может быть есть что-то определенное что вы хотите увидеть русский ало она звучит из уст каждого практически туриста даже если они были там множество раз потому что действительно данный объект но очень сложно от него устать он играет разными красками в любой сезон ну и летом конечно же он приобретает наверное всю сочность своих красок по следующему объекту это лесные водопады здесь мы именно представляем вам белые мосты либо водопад юконкоски как его еще называют в наших турах помимо водопада белые мосты которые здесь у вас на фотографиях посещаются также еще дополнительно водопадка ириноя их также два как и юконкоски считается одним из самых больших водопадов северо-запада и плюс этого водопада еще такой неотъемлемый помимо того что это единение с природой шикарный карельский лес шум воды отсутствие какой-то ближайшей инфраструктуры и шума машин на турах точнее когда мы посещаем данный водопад всегда есть интерактив для наших туристов они все с молоточками очень пяти добывают камень гранатурга цены никто не уйдет без добычи это точно и плюс всех угощают карельским ванчаем ну и какими-то сладостями печеньем конфетами поэтому получается настоящий такой приз камней в окружении карельской природы поэтому конечно же любой тур с водопадами это всегда хит это всегда самый популярный тур и зимой и летом осенью и весной пользуется популярностью для ценителей активные активного тура и природы все что связано с водопадами можно смело предлагать исторический парк бастион опять-таки объект который есть практически в каждом нашем туре будет идти уже за доплату по желанию но как показывает практика большая часть туристов всегда его посещает здесь стоит отметить что мы именно посещаем крепость эпохи викингов соответственно что это значит особенность музея он интерактивный то есть все что турист видит своими глазами он может брать в руки трогать фотографироваться пробовать использовать воли фантазии пожалуйста никаких ограничений можно действительно погрузиться вот такую эпоху викингов увидеть дом ярла медовый зал даже саму фигуру ярла потому что объект очень скажем так развивается очень быстро поэтому появляются новые объекты множество мастер-классов дегустации медовухи поэтому когда туда попадают туристы неважно какой возраст это надолго потому что все очень увлечены и не стоит пугаться этого объекта потому что многие все-таки думают ну это для детей нет это не для детей это действительно тот развлекательный объект который поможет еще и знание поучиться это мне кажется нашем мире очень ценно чтобы соединить приятность полезным ладожские шхеры с нетерпением ждала наступление летнего сезона потому что ладога наконец-таки откроется проснется ото льда и наконец-таки мы запустим эти потрясающие туры они просто на воздушной подушке а уже на настоящих катерах по ладоге бескрайней и с видом на ладожские шхеры что же это такое это сейчас официальный национальный парк ладожские шхеры кто-то сравнивает с норвежскими фиордами да смотрите сами насколько это актуально но то что объект уникальный природный это факт выплавивать по безмятежной ладоге потрясающе высокие пологие круглые скалисты ладожские каменные шхеры какие-то полностью оголенные полностью каменные на некоторых произрастают мох хвойные деревья поэтому конечно же это невероятно особенно если это вечерние ладожские шхеры потому что вы встречаете закат на ладоге поэтому тур не тяжелый с активностями да потому что все-таки это проездка на катере но впечатление конечно же масса поэтому опять-таки наверное один из моих любимых объектов и любимых объектов туристов поэтому лето спасибо что ты наконец-таки приходишь к нам следующий долгожданный объект опять-таки без него невозможно представить наши туры это остров вам определенная часть туристов ждет лет и наверное только ради этого острова потому что начинается спуск метеоров опять-таки на ладогу и можно посетить святилища ладожских островов в ламского архипелага посетить действующий монастырь остров богат истории невероятная архитектура плюс экскурсия стоит таким образом что помимо просто экскурсии по острову можно опять-таки прикоснуться к таинству жизни монахов которые живут на этом острове пообедать монастырской трапезной испробовать ту еду которые предлагают в обычной жизни и конечно же на острове в экскурсиях всегда туристы посещают концерт в ламского мужского ансамбля понятное дело когда была пандемия к сожалению мы были лишены этого но сейчас все возвращается в круги своя поэтому в ожидании и в ламп вот такой на один день на два на три он в разных комбинациях все можно посмотреть на сайте но это объекта которым молчать конечно же невозможно петрозаводск здесь мы с вами меняем немножечко уже русло нашего направления как вы можете понять до этого мы с вами обсуждали объекты знакомились с объектами страны с артовальского направления чуть позже будут карты и вы как раз таки посмотрите да как этим города разделяются по двум берегам ладожского озера и сейчас мы немножечко поговорим о петрозаводске о городе пяти морей как раз таки первый вопрос анастасия был связан с петрозаводском невероятно уютный город поэтому каждый раз когда наши туристы впадают петрозаводск мы всегда по нему гуляем по его прекрасной набережной и знакомить с его историей по дороге к петрозаводск у нас конечно же ждут свои объекты свои города свои музеи и один из первых это город оланец город считается одним из старейших на территории северной россии он небольшой да это провинция но вот когда вы увидите как раз таки то что сейчас вас соображено на слайде данных храм часовне да там же расположен нас музей и когда вы подходите по этим мостам когда вы видите эту нетронутую карельскую природу это тишину карельской глубинки опять-таки сердце замирает поэтому эта остановка она конечно дорога каждому туристу потому что здесь вы уже понимаете что да вот она карелия она очень близка плюс вам рассказывают про историю региона и вот в этой тишине окруженной природе и реке начинается уже полностью ощущаться весь плюс и отдых на территории республики карелия деревня киндосова невероятный объект без него про него нельзя рассказывать без улыбки потому что второе название столица юмора традиционная карельская деревушка каретные коренные жители именно здесь вы узнаете карельские тосты услышите карельский язык попробуйте традиционную кухню поиграйте с жителями в игры поэтому здесь вы точно не будете сидеть в сторонке вас задействует любом развлечении и это будет я уверена по собственному желанию вас либо ваших туристов и такой такой небольшой секрет многие говорят что самые вкусные калитки традиционная карельская выпечка именно в киндосово поэтому если вас проведет ваша жизнь в киндосово не уезжайте оттуда без калиток вот проверено на опыте водопад кивач конечно же когда мы говорим про карелию край рек озер водоемов водопады будут пронизывать наш с вами рассказ на протяжении наверное всего времени и водопад кивач располагается на территории одноименного заповедника второй по величине равнины водопад европы поэтому регали у него достаточно воспитан был многими творческими личностями россии конечно же поражает своей мощью опять-таки своим ландшафтом и самое удивительное что помимо природного объекта у туристов будет возможность посетить некий музей дендрариум и познакомить с форой пауны карелии и именно там они узнают про такой удивительный факт и дерево как карельская береза она знаменит своими зогнутыми формами своей особенностью что у нее нет этих древесных колец как мы привыкли да ко многим деревьям и поэтому помимо невероятных видов это еще и будет дополнительное знание на свежем воздухе под шум водопада по моему прекрасно опять-таки получение знаний и новой информации надеюсь говорю в таком спокойном режиме всем удобно слушать бывает что я могу начинать говорить быстрого если что напишите пожалуйста я сбавлю темп своей речи потому что боюсь тоже очень быстро говорить и если что затянуть время питомники хаски не зря написали питомники создавая презентацию тяжело выбрать в какое направлении это все рассказать сортовала либо в петрозаводск потому что питомники в наших турах есть и в тех и других направлениях ну выбрали все-таки петрозаводск потому что именно петрозаводском направлении самые большие питомники хаски и именно если посещается питомник в турах вокруг кладки да это идет направление петрозаводска то здесь питомники профессиональны это значит что каждая собачка которая находится на печенье данного места она чемпион это значит что она участвует в в забегах профессиональных, многие даже участвуют в экспедициях в Арктику, поэтому там не просто такие прекрасные создания, но еще и титулованные. Несмотря на это, проводится экскурсия, с каждым можно пообщаться. Это для меня некая терапия, как мне кажется, для любого, кто любит животных. Поэтому экскурсия, общение с пушистыми нашими друзьями, это все возможно, но при этом еще и, наверное, прикоснуться к настоящим героям, которые совершают тяжелую, но интересную для них работу. Остров Кижи. Если сортовало для нас неотъемлемо связано с Валамом, Петрозаводский неразрывно связан с островом Кижи. Да, здесь тоже мы можем наблюдать некую религиозность в плане соборности и так далее, но, наверное, это все-таки, в отличие от Валам, больше архитектурно-природный ансамбль. Это наследие ЮНЕСКО. По преданию, главный собор был собран без единого гвоздя. Конечно же, поражает вообще все впечатление и ум, как это возможно. Остров Кижи наполнен и другими деревянными объектами, то есть это представление деревянного зодчества именно с севера. Туда везены дома, часовинки и так далее из Архангельской области и Карельской. Поэтому, оказываясь на острове, такое некое временное, конечно, путешествие вы совершаете. Но, опять-таки, это безмятежность, это зелень газонов, это невероятная нега. И, действительно, прикосновение к настоящей истории, которая сейчас уже кажется невозможной. Отдельным пластом хочется выделить Соловецкие острова. Если кто-то уже занимается северным направлением, как Карелия, либо вы планируете, то, я думаю, стоит понимать, что нельзя обойти Соловецкие острова. Очень популярное направление. Практически там каждый третий всегда задает вопрос про Соловецкие острова. Тем более, из Петербурга нам удобно добираться. Опять-таки, острова наполнены историей и драматичной, и величественной. Объект обязательно, мне кажется, нужно посетить каждому. Здесь хочется отметить, что выезды будут и из Петербурга, возможно, на автобусе. Но при этом и также для туристов, которые все-таки самостоятельно хотят это делать, будут выезды и из Кеми. Поэтому невероятные Соловецкие острова, Белое море и, опять-таки, все, что связано, мне кажется, с историей России, это невероятно. Плюс Соловецкие острова очень знаменит своими алыми закатами. И, наверное, август, конец июля – самое лучшее время для посещения данных мест. Это был такой первый блок водный про наши основные объекты. И, конечно же, больше, но чтобы было небольшое понимание того, что точно видит турист в любом из наших туров. И, опять-таки, начнем с приятного. Следующий блок – это небольшой розыгрыш на основе того, что мы сейчас с вами посмотрели. Будет, наверное, такой легкий вопрос, но давайте попробуем. Прекрасные объекты Карелии, каждый из них удивительно и особенен, но один из тех, про которые мы пообщались, обладает неким волшебством, а именно мостиками, на которых нужно загадывать желание, что это за объект. Такая подсказка, что он будет у нас связан с водой. Это мостики. Так, вижу, что уже отвечают. Думаю, чтобы нам проще было находить потом каждого выигрышного, мы попросим, наверное, электронную почту указать. И Ксения сейчас тогда ответит в чат, отметит того, кто оказался первым. Ксения, вы мне поможете? Да, Ксения мне кивает, поэтому Ксения сейчас ответит. Прошу прощения, потому что, правда, очень большая переписка. И, соответственно, Ксения сейчас поздравит тогда в чате. В любом случае, я рада с того, кто ответил первый. Поэтому поздравляю, вы выигрываете тур однодневный в Корнепарк Рускиала, где вы, конечно же, будете обладать возможностью пройтись по подвесным мостикам, загадать самые заветные желания мостиков несколько, поэтому подготовьте несколько желаний. И, как говорила Анастасия, туром можно воспользоваться самостоятельно, либо, соответственно, направить его на продажу, как вы захотите. А может быть, вы с доброй волей поделитесь со своим туристом этой прекрасной возможностью. Сейчас мы плавно переходим к новинкам сезона 2022. Мы стараемся постоянно совершенствоваться, придумать что-то новое. И сейчас, соответственно, хочется показать, что это. Во-первых, мы внедряем в некоторые наши туры в вулкан Гирвас. Многие уже знали этот объект, но далеко не у всех туроператоров его можно заметить. В принципе, как-то его обходили стороной. Мы решили, наконец-таки, к нему вернуться. Объект невероятный. Это бывший вулкан. Поэтому, когда вы приезжаете на вулкан Гирвас, вы увидите эти застывшие языки лавы. И вот это осознание того, что вы стоите на настоящей лаве, когда-то здесь было извержение, это тоже невероятно. Плюс вулкан располагается сейчас на том месте, где построили напорную такую дамбу. И поэтому, если туристы будут еще попадать на момент спуска, то там еще будет открываться и водопад, который тоже называют Гирвас. Но, поверьте, даже без воды, когда вы посещаете его, то вот это величие бывшего вулкана, конечно же, невероятно. Плюс окружает это все корейский хвойный лес, где можно прогуляться. Для самых смелых и активных можно спуститься по этой застывшей лаве вниз, либо прогуляться по высоте по корейскому лесу. Данный объект находится именно в стороне Петрозаводского направления, поэтому он будет доступен именно в тех турах, где мы посещаем Петрозаводск. Следующий объект – это старинная деревня Маньга. Решили, опять-таки, добавить ее, потому что, когда мы ездим по Карелии, показываем туристам этот невероятный край, хочется обращать их внимание не только на природу, ландшафт и такой отдых эмоциональный. Хочется все-таки, чтобы они еще узнавали историю данного региона и что-то в памяти у них откладывалось. Здесь, опять-таки, получается соединить приятное с полезным. Небольшая старинная деревушка – это будет такая остановка, опять-таки, для дыхания свежим воздухом и знакомства с историей. Здесь расположена часовня Рождества Богородицы, она деревянная, она середина XVI века, поэтому объект максимально исторический. Сохраните именно деревянный такой объект. Мне кажется, в 2022 году это уникально, поэтому будет такая дополнительная остановка в наших турах. И еще один прекраснейший объект – это парк Белая гора, Тевдийский мрамор. Для искушенных русскялы уже, которые обходили ее вдоль и поперек, мы предлагаем парк Белая гора. Это тоже бывшая мраморная каменноумня. И мрамор именно в этом парке отличается своим красновато-розоватым оттенком. Если вы обратите внимание на некоторые здания в центре Петербурга, можно увидеть, например, в Исаакиевском соборе данный мрамор. Он свозился сюда также часто. Отличие такое основное от русскяла, что данный парк максимально включен в природную составляющую. И здесь будет очень необычная экскурсия по воде на движущейся платформе. Поэтому можно будет проплывать с загидом прямо по воде вдоль больших мраморных скал и любоваться этим величием, некогда и красотой, которая раньше была. Да, каменноумня заброшена, но безумно интересный объект. И я бы даже назвала это не альтернативой парку Рускеала, а прекрасным дополнением к нему. Потому что все мы знаем, что Рускеал, Мраморный каньон, вот это было не только со стороны Сартовала. Еще дополнительный объект, клуб Полярный Одиссей. Похоже, такой же, как мы говорили с вами про исторический музей Бастион. Здесь клуб Полярный Одиссей. Весь музей также интерактивный. Спасибо большое Корее, что каждый практически музей такой интересный. Он доступен для самых искушенных, кому хочется потрогать, попробовать. Но здесь идея музея именно в мореходстве, судоплавании. Потому что именно здесь проектируются и воссоздаются в настоящую величину бывшие суда, которые ходили под парусом. Множество оружия, которое использовалось на этих судах. Как происходило это судостроение. Поэтому можно оказаться на таком большом историческом корабле, на котором вы сплаваете в такое прошлое время. Узнаете, на чем передвигались раньше по морям. И знать, и купцы, и военные того времени. А опять-таки закончим мы с вами первый блог на прекрасном морском объекте. И будет у нас еще такой розыгрыш. Быстро, но попробуем на внимательность. Не так давно мы с вами сейчас обсуждали, что, конечно же, Карелия известна своим мрамором. Прекрасная Рускеала. Но где же еще добывали? Да, не успеваю договорить вопрос. Да, у нас уже есть победитель. Так, а победитель у нас будет Марина Марина. Сейчас Ксения также вас поздравит. Соответственно, вы тоже выигрываете однодневный тур в горный парк Рускеала. Да, в этом туре будет без тифдейского мрамора и Белой горы, потому что это Петрозаводск. Но в этом туре вы познакомитесь с нашим первым самопопулярным объектом в горном парке Рускеала. То есть начнете с малого, чтобы потом уже отправиться в сторону Петрозаводска и посетить парк Белая гора. Поздравляем вас. Дальше мы с вами обсудим в общем обобщенном варианте, что же вообще предлагает наша компания. Вот вы узнали объекты по республике Карелия, потому что все-таки Карелия – это наше основное направление, которым мы с гордостью, с огромной любовью занимаемся, с нашими новинками. Но помимо этого у нас большой потенциал, большой такой багаж уже наших опыта и которым мы хотим поделиться. Соответственно, по нашей работе все наши туры, если мы говорим про Карелию, как вы можете видеть на первом таком кружочке, это поездка по правому и левому берегу Ладоги. Это как раз-таки со стороны Сартовала и со стороны Петрозаводска. Помимо того, что направление может быть в одну сторону, то есть только со стороны Сартовала, либо только Петрозаводск, есть еще и круговые туры. То есть для тех туристов, которые хочут из своей поездки выжить максимум, хочут поехать на большее количество дней, можно проехаться и в Сартовало, и Петрозаводск, и, соответственно, познакомиться как со столицей республики, так и с его старинным финским городом. У нас все отправления на автобусах, то есть мы выезжаем из Санкт-Петербурга, есть туры, которые, как, например, на Соловецкие острова, выезжают, например, на Ласточку туристы самостоятельно, но большая часть это автобусные туры из Санкт-Петербурга, но также можно просоединиться группам из Сартовала и из города Петрозаводска. Это все можно запросить, соответственно, у моей коллеги Далии Ирины, с которой вы будете непосредственно сотрудничать. И также на нашем сайте эти туры все есть, и они разделены на выезда. Проживание у нас во всех турах, которые имеют ночевку, возможно, как в гостиницах, так и на территории баз отдыха. Об этом мы сейчас с вами тоже поговорим, расскажем вам про те гостиницы и базы, на которых мы размещаем наших туристов. Это сделано для того, чтобы мы смогли удовлетворить потребности каждого нашего туриста. Кому-то хочется в туре выйти после ужина, например, в город и погулять, например, по той же самой Нежской набережной в Петрозаводске. Для кого-то важно единение с природой, и поэтому вдали от города пожить на базе отдыха, может быть, на мангале что-то пожарить, сходить в сауну, ну, в общем, оторваться от городской суеты. В наших турах это возможно. Соответственно, все наши экскурсионные туры или самостоятельный отдых возможны в загородных отелях, помимо экскурсионных общих групп, мы предлагаем бронирование и расчеты индивидуальных туров. То есть если у вас группа туристов, любая группа, может быть, два человека хотят поехать отдельно, может быть, у вас корпоративный запрос, это все можно направить, мы все посчитаем и создадим, соответственно, индивидуальный подход для вашего туриста, но при этом уровень этой услуги никак не будет уступать нашим стандартным туром в общих группах. Это могут быть и вип-туристы, это могут быть обычные группы, школьные. Пожалуйста, мы с удовольствием вам поможем в организации поездок. И, соответственно, у каждого туриста в наших турах есть возможность расширить его поездку по цене группового тура. Что это значит? Любой турист, который, например, выбрал четырехдневный тур, но хочет остаться еще, можно добронировать отель, можно добронировать дополнительную экскурсию в туре. Это все возможно. Турист может обращаться к вам напрямую, отправлять запрос. Мы все возможное вам предложим и сделаем. Нет ограничений, только в физических временных. То есть, а так, если турист, например, в туре выбрал поездку с водопадами, но вот не может он забыть ладожские шхеры, пожалуйста, внутри тура можно будет докупить либо заранее поездку по ладожским шхерам. Это будет вечерняя поездка. Все это возможно. Виды отдыха. То, о чем мы как раз с вами затронулись, это может быть корпоративный, индивидуальный запрос под вашу группу. Это может быть экскурсионный, сборный, то есть те поездки, которые у нас на сайте, общая сборная группа, автобус, гид. Это может быть комбинированный, то есть экскурсии, отдых. Соответственно, можно организовать экскурсию, если едешь, сначала едет турист, например, в общую группу, но остается дополнительным проживанием самостоятельно, либо это индивидуальный запрос, когда хочется совместить, может быть, тимбилдинг, рыбалку, но при этом экскурсионное сопровождение. Это все возможно, все просчитывается, все совмещается, проблем в этом никаких нет. И далее чуть-чуть по маршрутам тура. Все есть на сайте. Мне кажется, нет смысла отгрузить до каждого тем или иным маршрутам, потому что все есть на сайте, все можно посмотреть. Обращаю внимание, каждый тур вы можете скачать в формате Word под описанием тура, если вам нужно распечататься с туристом, изучить самому. Все это можно сделать под описанием любого нашего тура. Здесь как раз-таки вкратце по маршрутам. Здесь вы видите такую карту, срисовку, что выезды у нас из Санкт-Петербурга, какие объекты мы проезжаем, что мы с вами посещаем. Соответственно, это и Ладожские шхеры, и Лутенпохи, и Белые мосты. И на данной карте как раз-таки можно видеть такое направление на сторону Сартовала, когда мы проезжаем с вами только по левому берегу Ладожского озера. Такое одностороннее направление, но, как вы можете видеть, вариантов объектов множество. Это абсолютно не скучно. Это не значит, что турист увидит чего-то мало. Это будет насыщенная поездка на любой вкус. Здесь мы уже с вами можем видеть как раз-таки соединенный маршрут такой круговой, потому что здесь мы добавляем с вами правый берег Ладожского озера. Это не обязательно на 2-3 дня. Это будут многодневные туры. И это уже, конечно же, максимум, который можно увидеть. То есть здесь вот именно стоит понимать, что если тур круговой, максимум объектов туристы увидят именно в этих турах, которые у нас и с Петрозаводском, и с городом Сартовала. Здесь уже направление маршрутов на Соловецкие острова. Как я уже сказала, наши туры подходят для любых туристов. Для тех, кто хочет сразу же уезжать из Санкт-Петербурга на автобусе, либо для тех, кто готов самостоятельно добраться, например, до Кеми, либо до Петрозаводска. Возможно, несколько вариантов. Все туры также будут на сайте, но просто вот, возможно, многие комбинации. Туры будут от 1 до 5 дней. И такой важный момент. Мы постоянно участники акции кэшбэка по карте МИР, поэтому все наши туры, которые сейчас входят в акцию этих рамок, у нас проходят по кэшбэку. И Соловецкие острова – это не исключение. И мы все-таки советуем именно Соловецкие острова, если что, бронировать заранее. Места очень быстро уходят. Поэтому можно успеть и Соловецкие острова забронировать, и кэшбэком воспользоваться. Новая программа «Сезон 2022». Помимо новых объектов, про которые мы вам сегодня рассказали, будут еще и новые маршруты и направления, про которые, ну, невозможно молчать, хочется вам про них как можно скорее рассказать. Создавали мы их тщательно, опять-таки, прослушиваясь к запросам наших туристов. Поэтому эти туры созданы не просто от нашего желания, но еще и от запросов, которые мы получаем. Первый тур – это Кронштадт, Выборг, Русскеалла. Тур будет трехдневный. Здесь можно посетить три таких прекрасного города. Это Кронштадт, Выборг и Сартовала. Соответственно, в Кронштадте будет пешеходная экскурсия, свободное время для знакомства с городом и, конечно же, Морской собор. Проживание в этом туре в городе Выборг, поэтому будет еще такой средневековый европейский флор в данном туре, потому что проживание будет в Выборге. В Выборге, конечно же, классическая программа с пешим маршрутом по улочкам, по Выборгскому замку, посещение обязательно парка Монрепо, часовая башня, в общем, весь средневековый центр Выборга и дополнительные объекты, как, например, библиотека Алвара Алта, внешний осмотр, все будет проходить в Выборге. И на третий день туристы уезжают в Сартовало, чтобы посетить горный парк Рускеала. Поэтому в этом туре два потрясающих парка, два потрясающих таких старинных европейских города, потрясающий город Кронштадт, много водных объектов в истории, потому что и Выборг стоит на заливе, и Кронштадт, такой город на воде, и Сартовало с Ладогой. Тур, мне кажется, будет невероятным, потому что запросы уже были, был у нас двухдневный тур, но Кронштадт пользуется невероятной популярностью, поэтому тур для переездов достаточно легкий, потому что все находится достаточно близко друг к другу, но при этом очень разнообразен на объекты посещения. Путешествие на Соловецкие острова. Да, мы продавали данные туры и в прошлом году, но в этом году они у нас расширяются по своей наполняемости и по своим выездам. Появляется опять-таки однодневный тур на Соловецкие острова для тех, кто хочет одним глазком хотя бы туда заехать, посмотреть и познакомиться, и при этом до пяти дней для полноценного отдыха на Соловецких островах. У нас собственные программы на Соловках. Большинство экскурсий, которые у нас написаны в турах, можно приобрести непосредственно внутри поездки, то есть необязательно принимать решения сразу же при оплате заказа. И опять-таки все это будет у нас написано и уже выставлено на сайт, поэтому, пожалуйста, знакомьтесь, читайте, предлагайте туристам. Тур, который опять-таки ждали многие туристы, если раньше мы так направлялись на спокойные экскурсионные программы и активные поездки у нас были больше для корпоративных групп, то сейчас мы выставляем на продажу туры для прямых туристов с таким экстремальным, активным в какой-нибудь смысле экскурсиями. Это будет двухдневный тур со сплавом по реке Шуэ. Конечно же, будет инструктор, поэтому для тех, кто хочет и познакомиться с Карелией, и увидеть природу Карелии, но при этом разнопраздить экскурсионный отдых активностями, пожалуйста, тур со сплавом. Сплав по реке в прошлом сезоне показал опять-таки себя очень хорошо, поэтому не зря выбрана именно эта программа. Не нужно иметь обязательно специальной подготовки. сплав проходит достаточно спокойно, всегда есть инструктор, это все будет подготавливаться, но можно отдохнуть и в романтическом, может быть, путешествии с партнером, либо всей семьей это съездить. Поэтому, пожалуйста, сплав по реке Шуэ активный отдых будет в нашем новом туре двухдневном, и этот тур как раз-таки будет с посещением Петрозаводска. И здесь будет еще также, как видите на слайде, дополнительный новый объект, это полярный Одессе, это морской центр, морской музей, поэтому максимальный тур, который знакомит с водными, с водными судами и с водными развлечениями. Еще одно наше новое направление, это авторские туры. Это дети наших гидов, можно сказать, мы очень любим своих гидов, мы всегда говорим, что мы одна большая семья и одна очень такая крепкая команда, поэтому в этом году наши гиды разрабатывают собственные авторские туры. Это будут туры и по Карелии, и по Северо-Западу. Они будут пока выезжать, естественно, не ежедневно, у каждого будет свое расписание, но это те туры, которые, ну, не знаю, наверное, точно в любой другой компании их не будет, потому что это разработка персонально каждого гида, ведущего гидов нашей компании. Они будут подходить и для частного бронирования, то есть в общих группах туры будут уезжать. И, конечно же, если у вас появился корпоративный клиент, которому понравилась эта программа или она подходит под его запрос, данный тур тоже можно будет использовать для него. Каждая программа разрабатывается персонально гидом, поэтому эту программу ведет тот или иной гид. Соответственно, это мы и сделали, так как многие уже туристы с нами часто ездят, есть запросы на определенного гида. Я думаю, многие туристы и наших агентов-партнеров также уже знакомы с нашими гидами. Они у нас все прекрасные, поэтому они создали лучшие, по их мнению, маршруты, которые будут у нас выставлены также на сайт. Поэтому это настоящая изюминка нашей компании, именно наши авторские туры. Также хотим презентовать вам новое направление. Это экскурсия по Петербургу и его пригородам. Особенно в летний сезон. Мне кажется, каждый сталкивается с тем, что к агентам в нашу компанию приходят туристы из других регионов, других городов. И для них важно, помимо отдыха, например, в Карелии или по Северо-Западу, познакомиться все-таки с Санкт-Петербургом, северной столицей. И мы даем вам и нашим туристам эту возможность. Чтобы не бронировать разные туры в разных компаниях, все можно совместить у нас. Можно подобрать сразу и по датам, например, в Карелию, и по датам в тот же самый Пушкин, Петербург и так далее. Все можно найти у нас на сайте. И, соответственно, туристу не придется печатать ваучеры из разных компаний, не придется обращаться в разные компании. Это все есть в одном месте. Поэтому туры гарантированные. Летом, естественно, открываются еще туры по рекам и каналам. Это от обзорных экскурсий, опять-таки, до Пригорода, Фарень, Баум, Пушкин, Катчино. Все это есть уже на нашем сайте, можно бронировать. Ну и летом, естественно, программы расширятся. Кройзе из Санкт-Петербурга. Может быть, кто-то, кто присутствовал, например, на нашей очной встрече, либо был на наших вебинарах, мы уже немного рассказывали про данное направление. Но хочется напомнить о нем еще раз. Можно, в принципе, действительно назвать его новинкой. Круизы, потому что невероятный тот уровень, который предлагается на данных турах. Он очень высокий. И, соответственно, в этом году разнообразие маршрутов стало еще больше. Опять-таки, круизы подходят под программу кэшбэка. Здесь вы видите преимущество всех туров с круизами. Особенно хочется отметить, что любой круиз, который бронируют на нашем сайте, уже имеет все включено в функцию по программе. Не включены только те услуги, которыми турист воспользуется самостоятельно. Например, парикмахерская, бар, да, то есть если что-то докупить. Это оплачивается дополнительно. Проживание, питание, все экскурсионные показы, объекты, которые будут на маршруте круиза, уже все включено. Там будут интерактивы, развлечения, ведущие. Поэтому настоящий отдых, который можно получить на европейском уровне. Все корабли, которые курсируют на данных маршрутах, которые мы сейчас с вами посмотрим, они раньше работали только на европейского туриста. И в связи со всеми ситуациями вышли на российский рынок. Мы этому безумно рады, потому что уникальная возможность такого высокого уровня за абсолютно приемлемые денежные средства. Примеры круизов. Их на самом деле большое множество. Мы здесь хотим вас познакомить именно с теми круизами, которые, конечно же, пронизывают еще и объекты на территории Республики Карелия. Но на сайте есть и круизы, например, до Москвы, Ростов-на-Дону, в обход, например, Республики. Они на любой вкус и цвет. Круизы от коротких, от трехдневных до 12-18 дневных. Поэтому, опять-таки, все на любое пожелание. Например, корабль «Антон Чехов». Здесь вы видите примеры программ, примеры кают, как выглядит данный теплоход. Я думаю, прям мы рассматривать каждый маршрут не будем. Все видно, все можно почитать, чтобы не затягивать время. Еще один корабль «Максим Литвинов». Это живые настоящие фотографии. Здесь нет фотошопа, цветокоррекции. Если все действительно выглядит так, это может удивить сначала. Но это действительно те корабли, которые будут путешествовать по рекам России, по Карелии. Потрясающие, конечно, каюты. Удобство все в номерах. Двуспальные кровати, души. И это все на корабле. И несколько кораблей даже обладают бассейнами на самом корабле, который, естественно, в доступе для любого туриста, который располагается на данном корабле и выбрал программу. Поэтому это просто и спа, и экскурсии, и отдых, и позагорать летом. Прекрасная программа. Соответственно, завтраки, все питание включено. Завтраки – это шведский стол, обеды, ужины по выборному меню. Можно выбрать меню по диете, либо вегетарианское. Это все доступно. Соответственно, если у вас такой турист с определенным типом питания бронирует, например, круиз, это все можно указать в заявке. Все мы это закажем под вашего туриста. Принцесса Аннабелла – любимый корабль следующего спикера нашей Ирины, которая как раз-таки является руководителем агентского отдела. Ну, судя по фотографиям, правда, невозможно не влюбиться. Поэтому корабли действительно высокого уровня. Все прошли переподготовку. Все готовые приемы туристов и весь персонал максимально профессиональный. Петр Чайковский – тоже один из круизов и кораблей, которые выставлены у нас на сайте. Прекрасные корабли. И далее мы с вами чуть-чуть поговорим о гостиницах и загородных отелях. Мне кажется, это один из главных вопросов любого туриста, который обращается как раз-таки за турами, особенно с проживанием. Всем важно, где они будут спать, как это все располагается, где и какие удобства. Сразу хочется сказать, все наши гостиницы, все наши базы отдыха, они ниже уровня комфорта. То есть никаких хостелов, экономов, удобств на этаже. Мы в такие места туристов не заселяем. Мы очень ценим комфорт туриста. Мне кажется, все мы понимаем, как это важно, когда мы едем на отдых. Поэтому за наши объекты проживания нам никогда не будет стыдно. Но они все уютные и комфортные. Поэтому хочется вам о них рассказать, чтобы вы тоже не боялись. Но опять-таки приглашаем вас в рекламный тур, потому что в нем, помимо фотографий, вы еще его очередь увидите и познакомитесь. Начнем мы опять-таки, как и вначале, с направления Сартовальского. И в городе Сартовало мы, конечно же, проживаем в гостинице Сартовало. Очень легко запомнить. Располагаются очень близко к центру. В принципе, Сартовало город небольшой. Это пешая доступность. Это новые уютные номера. Душ, естественно, как я уже сказала, это все в номере. Кулеры, горячая вода, фен, чистое постельное белье. Кафе, которое есть в самой гостинице. Гостиница Сартовало полностью предлагает уютное, комфортное проживание. Чистые, теплые номера. Следующая гостиница, которую мы также используем для проживания в городе Сартовало, это гостиница Сеур-Кони. Вот такое прекрасное помпезное здание. Белое его невозможно не отметить и не заметить при въезде в город. Буквально в пяти минутах от гостиницы небольшая центральная площадь города Сартовало. То есть, опять-таки, все в пешей доступности. Опять-таки, номера прекрасные, двухместные, трехместные. Как вы видите по фотографиям, они чисто, ухожено, нехороший ремонт, в них тепло. И, опять-таки, во всех наших турах включены завтраки сразу к проживанию. Поэтому за завтраки платить туристам не нужно. К проживанию в таких прекрасных гостиницах завтраки будут сразу включены в наших турах любых. Также в городе Сартовало, если до этого мы смотрели в своем гостинице, такой уровень комфорта, есть гостиница чуть повыше уровнем. Это лесной отель Ранталова. Это новый отремонтированный объект гостиничного сервиса. Мы там, как и в других гостиницах, проводили новогодние туры. И в Сартовало, и в Сирконе, и в Рантало. И все остаются довольными. Но эта гостиница, конечно, отличается тем, что она уже находится не совсем в черте города. Это именно лесной отель, который находится больше на природе. Выполнен в скандинавском стиле. Да, он более комфортабельный даже по ремонту. И стоит отметить, что все выполнено в таких натуральных материалах. Дерево, камень, нейтральные тона. Прекрасная природа вокруг, можно где и погулять. То есть это для туристов, которые уже хотят больше на природе оказаться и чуть-чуть отдохнуть от города. Город Петкеранта. Соседний город от Сартовало. Не стоит бояться, если ваши туристы будут проживать там. Город находится рядом с городом Сартовало. И уровень гостиниц никак не уступает Сартовальским. Да, город чуть-чуть поменьше. Но мы же все-таки останавливаемся там на ночь. И при этом все все равно объекты показа будут доступны. Один из вариантов размещения это Ладога Пьюрта. Можно назвать это как базу отдыха. Здесь тоже все в таких натуральных материалах. Это дерево, там гостиничные номера. Также отдельный душ, туалет, как и в любой нашей гостинице. При этом опять-таки Ладога Пьюрта располагается в природной зоне. Соответственно рядом озеро, лес, природа. Такие прекрасные скамеечки. Можно там отдохнуть, строить себе пикничок. Но при этом очень достойные номера. Гостиница Белые мосты. Гостиница Белые мосты уже находится в городской территории. Соответственно это уже стандарты двух-трехместные номера. С таким прекрасным юнистичным ремонтом. То есть ничего не отражает глаз. Хорошие, чисто уютные гостиничные номера. Также удобство в номере. Поэтому пожалуйста не бойтесь города Петкеранта. Если проживаете там, гостиница там на очень достойном уровне. Там все прекрасно с обслуживанием и соответственно с самим номерным фондом. Петерозаводск. В Петерозаводск все-таки есть столица Карелии. Поэтому конечно же здесь разнообразие гостиниц более высокого уровня уже больше. Поэтому одна из них это Питер Инд. Петерозаводск располагается практически на набережной города Петерозаводск. Все впутывается рядом с вокзалом. Прошу прощения. Уже немножечко спуталась. Рядом с железнодорожным вокзалом. В принципе по прямой если идти до набережной. Все равно это близко. Это 15-20 минут. Все по прямой. Рядом РЖД. Отличный подход для корпоративных групп. Если они приезжают например на поезде на Ласточке и Петерозаводск. Чтобы не ехать куда-то далеко. Ну естественно высокий уровень обслуживания. Как видите на фотографиях. Поэтому пожалуйста. Там да были новогодние программы. Были соответственно и обычные заезды в экскурсионных группах. Ну и проживали корпоративные на стуру. Гостиница Северная. Мне кажется всеми любимая гостиница в нашем офисе. Так точно. Историческое здание. Прекрасные белые колонны. Эта гостиница ни с чем не спутать в Петерозаводске. Располагается в центре города. Опять-таки пешая доступность до набережной. Уникальное здание. Потрясающие номера. Можно прям себя почувствовать. Мне кажется дворянином. Таким богатым. Который проживает в центре Петерозаводска. В этой гостинице мы тоже проживаем. Естественно в турах. Которые у нас захватывают Петерозаводск. Гостиница Четырех Свезд. Не знаю. Мне кажется тут множество. Можно о ней сказать слов. Но самое главное, что она вот такая вот красивая. И особенно приятная для проживания. Гостиница Аруна. Тоже располагается в городе Петерозаводске. Она располагается в черте города. Это уже уровень такой комфорт. При этом, как вы можете заметить. Просторные хорошие номера, светлые номера, чистое постельное белье. Поэтому даже несмотря на то, если ваши туристы, например, корпоративная, не корпоративная группа, хотят выбрать гостиницу, например, не северную, да, Четырех Звезд, а, например, гостиницу Комфорт. Это не страшно. Вы не попадете в какие-то разрушенные номера. Мы по всем гостиницам проезжаем. Во всех гостиницах пожили. И опять-таки во всех рекламных турах мы наших агентов знакомим с этими гостиницами. Чтобы вы лично увидели, что там очень даже прекрасно спится, отдыхается и гуляется по городам. Загородный клуб «Авиаретро». Второй, третий год мы уже живем на этой базе отдыха. Всеми полюбившиеся базы. Это именно такой загородный отдых со стороны Петрозаводска. В нем есть коттеджи, есть гостиничные номера. Поэтому будет отдельный тур. Он уже есть на сайте, пятидневный, с проживанием в загородном клубе для тех, кто, опять-таки, хочет подальше от города отдохнуть. Причем тур будет такой интересный в плане того, что экскурсия можно по желанию. Либо, соответственно, докупать экскурсии, либо, например, оставить эти дни свободными и отдохнуть на территории «Авиаретро». Там есть сауна, мангальные барбекю зоны, там есть активные виды отдыха, опять-таки, озеро. Поэтому шикарный будет тур для тех, кто хочет такой экскурсионный тур, но при этом оставите свободное время для себя. И гостиница «Караван» также располагается в городе Петрозаводске, в черте города. То есть тоже для тех, кто хочет, например, после ужина выйти, прогуляться по городу. Может быть, еще раз ходить на набережную, поужинать где-то. Поэтому, как вы можете заметить, все наши гостиницы, которые мы здесь вам сегодня презентовали, очень достойны для того, чтобы в них проживали наши туристы. И ваши, и наши, и вообще любой посетитель, который отселяется в эту гостиницу, ему будет комфортно и уютно в них располагаться. Здесь такой краткий слайд. Да, про то, что у нас есть такой завершающий, что из Петербурга Петрозаводска сортовала. И это была последняя такая, последнее мое слово в этой части нашей презентации. Если есть вопросы, опять-таки, задавайте. Я вижу, что уже какие-то вопросы были, Ксения на них отвечает. Если что, звоните. И в агентский отдел есть вопросы по объектам. Звоните на прямую линию. Мы с вами пообщаемся. Мы будем очень рады. Ну, конечно же, сейчас мы разыграем с вами третий тур. Именно тур от нашей компании. Соответственно, здесь нужно будет чуть-чуть уже вспомнить о том, что мы говорили. Потому что мы говорили с вами и про новые туры, и про гостиницы, и про карты, как мы ездим. Но вопрос у нас на тур. На тур Великий Новгород на один день. А вопрос заключается в следующем. В одной из наших новых программ мы предлагаем для туристов активный отдых. Это сплав. Да, по какой реке будет сплав. Не дожидаясь вопроса, Светлана Черногорова у нас ответила сплав по шоу. И все верно. Это была река Шоу и сплав по ней. Поэтому поздравляю. Поздравляю. Очень приятно, что вы так внимательно слушаете. Мы все-таки старались подготовить эту информацию, чтобы вдохновить вас. И при этом не перегрузить и не наскучить. Поэтому поздравляю. Опять-таки, Ксения сейчас опишется по почте, куда нужно будет нам написать. Этот тур вы также можете использовать для своей собственной поездки, либо для продажи своим туристам. Поэтому поздравляю. Еще раз спасибо огромное. А дальше я уже передаю слово нашей прекрасной Ирине, руководителю агентского отдела, с которой, я надеюсь, вы непосредственно будете взаимодействовать по заказам туров и так далее. И она вам расскажет уже про внутреннюю работу, как все это бронировать, как все это продавать и как все это делать. Поэтому спасибо огромное. И передаю слово Ирине. Коллеги, здравствуйте. Наконец-то подключились. Тут у нас небольшой был технический сбой. Очень рада, что вы нашли время посетить наш вебинар сегодняшний. Меня зовут Ирина, фамилия моя Ульянова. И я буду непосредственно тем человеком, тем контактом в нашей прекрасной компании «Карелия Гид», с кем вы, я надеюсь, будете плотно, много общаться. Так что прошу любить и жаловать. Я отвечаю за работу с агентствами в нашей фирме, в нашей компании. Так что буду все время с вами на связи. И после июля так сложно немножко выступать. Она прекрасно рассказывала про наше направление. Но у меня будет немного другой рассказ. Больше он будет касаться именно нашей с вами работы, внутренней работы в личном кабинете и так далее. Надеюсь, что эта информация, может быть, будет не столь захватывающей, но как минимум очень и очень полезной для нашей работы. Так, ну и здесь такой общий слайд, где мы рассказываем какие-то основные моменты, которых придерживаемся в нашей работе. Первым пунктом у нас идет личный кабинет агента и система бронирования. Но я сейчас не буду на этом надолго останавливаться, потому что несколько следующих слайдов будут подробно рассказывать, как именно вы сможете зарегистрироваться в личном кабинете, если пока вы этого не сделали, и как непосредственно оформлять заказы, делать заявки. Далее, это не пустые слова. Мы говорим о связи, о нашей связи с вами 24 на 7, то есть 24 часа и 7 дней в неделю. Это правда так. Мобильный телефон всегда со мной. И единственная причина, по которой я могу вам не ответить сразу же, это если я уже с кем-то разговариваю, тогда нужно просто прозвонить и сделать дозвон еще один раз. А так, пожалуйста, рано утром или поздно вечером, если что-то вдруг произошло, то, что требует немедленного включения, пожалуйста, набирайте меня, не стесняйтесь. Также на телефоне есть WhatsApp, есть Telegram, так что мы можем с вами и переписываться в каком-то удобном вам чате, в удобном формате. Ну, про тура я, наверное... Зовут меня Ирина, фамилия моя Ульянова. Вижу, что есть просьба повторить. Что касается наших туров, то да, как представлено на слайде, очень большое количество разнообразных программ. Юля про большую часть из них рассказала, или, по крайней мере, рассказала, как они строятся. Поэтому я, наверное, не буду повторяться. Если у вас будут какие-то конкретные вопросы про тот или иной тур, вы всегда можете мне позвонить или написать. Все контакты я обязательно вам оставлю. Про гидов. Ну, тоже тут немножко повторимся, потому что, и правда, у нас свой штат гидов постоянных, очень опытных, очень хороших, которых мы очень любим, очень с ними дружим. У нас такой единый сплоченный коллектив. Мы праздники отмечаем вместе, какие-то корпоративные, устраиваем выезды. Конечно же, в какие-то пиковые даты, летом или на январские праздники, мы иногда привлекаем также гидов со стороны, но они тоже все проверены, неоднократно ездили, сопровождали наши туристические группы. И оставляем работать только тех, кому нет никаких претензий, никаких нареканий. Кстати говоря, у нас есть группа ВКонтакте. Вы тоже можете присоединиться при желании. Мы вас с радостью приглашаем. И в нашей группе можно почитать большое количество реальных отзывов наших путешественников, наших туристов. Очень много прям таких восхищенных. Некоторым гидам прямо целые оды поют. И если ваши туристы уже ездили с кем-то из гидов, хотят повторить поездку и отправиться конкретно с этим же человеком, в принципе, вы можете всегда изложить такое пожелание. И при возможности, если гид уже не задействован на каком-то другом маршруте, он может поехать, то мы ваши пожелания обязательно постараемся учесть. Про автобусы. Автобусы у нас могут быть разной вместимости, в зависимости от набора группы. От 18 где-то до 55, например, человек. Вот сколько набралось. Мы тщательно следим за тем, чтобы автобусы были новые. Мы не берем технику старше 2019 года. Мы работаем с опытными водителями, потому что дороги, ну, в том же Сартовальском направлении довольно извилистая дорога, хоть она вот отремонтирована, тем не менее. Так что с транспортом, надеюсь, тоже никогда к нам не будет вопросов, потому что мы сами крайне заинтересованы в том, чтобы туристам нашим было комфортно, чтобы им было удобно, да, и чтобы вся программа шла по своему расписанию, без задержек и так далее. Информация по выезду. Вот это тоже важный момент, и я бы хотела прям его отдельно проговорить. У нас на сайте есть подраздел информации по выездам, вот так и называется, и накануне тура, то есть вечером где-то, ну, после обеда, после 15.00, мы публикуем информацию по отправлениям наших групп на следующий день. То есть в этом разделе будет прописан номер автобуса, имя гида, телефон гида, который будет работать в день отправления, и по которому клиенты смогут связаться с ним, если они не могут найти автобус, или опаздывают, или что-то еще происходит. И эту же информацию мы отправляем туристам в виде СМС-сообщения. Происходит это тоже накануне отправления, где-то с 6 до 8 вечера чаще всего делается рассылка, поэтому в личном кабинете в разделе «Контактные данные» я вам покажу чуть позже на одном из слайдов, мы просим писать именно телефон клиента, чтобы сообщение пришло именно ему. Есть, правда, агенты, которым удобнее оставлять свои мобильные телефоны, они потом уже дальше, видимо, сами связываются с туристом, либо диктуют, либо пересылают сообщение. Такое тоже возможно, пожалуйста, на ваше усмотрение. Но в любом случае вся информация дублируется и в сообщение, и в разделе «Информация по выезду» на нашем сайте. Индивидуальный подход к каждому агенту. Ну, это правда так, я всегда на связи, повторюсь, вы можете звонить, писать по любым вопросам. Если вы только начинаете продавать Корелию, пожалуйста, тоже не стесняйтесь, я максимально подробно постараюсь вам все рассказать, чтобы было понятно, и чтобы вы могли информацию правильно и доступно передать своему туристу. Тоже касается и помощи на всех этапах бронирования, и внимания к деталям, да, то есть это вот все, пожалуйста, мы очень-очень за этим следим, чтобы вам было комфортно и удобно работать с нами. Организация рекламных туров, ну, как мы уже упомянули, мы сегодня разыграем два места в рекламном туре, и я поподробнее о нем расскажу. Мы сегодня его приняли решение как раз анонсировать, его еще нет на нашем сайте, но программа появится буквально сразу после окончания нашего вебинара. Тур рекламный запланирован на три дня, пройдет он в даты с 20 по 22 апреля, и поподробнее о программе рекламника я вам тоже сегодня расскажу. Обучающие мероприятия, ну, вот сегодняшний вебинар, да, является таким обучающим мероприятием. Кроме того, для агентств Петербурга мы проводим семинары очные, где мы можем встретиться и вживую пообщаться. Само собой, вот рекламный тур вышеупомянутый. И кроме того, если, например, в вашу компанию пришел какой-то новый менеджер, который будет отвечать за Карелию, которому необходима прямо такая подробная консультация, то мы можем связаться по скайпу или по какому-то удобному, да, мессенджеру для вас, и тоже максимально подробно проговорить все особенности совместной работы и все особенности направлений, которыми мы занимаемся. Мы устраиваем акции и скидки, ну, следим вне сезон, часто объявляем какие-то акционные цены, при этом комиссия ваша остается в той же процентовке, да, как она и заявлена. Поэтому, ну, можно следить за этими моментами и тоже туристам продавать по более выгодной цене. Также у нас есть такая акция постоянно действующая, как раннее бронирование, то есть если у вас клиент хочет купить поездку как минимум за месяц до отправления и готов оплатить ее также не позднее, чем за 30 дней до отправления, то, пожалуйста, вы можете воспользоваться данной акцией и при этом, опять же, сохранить свою комиссию. Комиссионные вознаграждения у нас хорошие, высокие, до 25% доходят. На одном из последующих слайдов я вам поподробнее об этом расскажу. Ну, и доступ к программам, значит, у нас на сайте, во-первых, в каждой программе существует возможность распечатать ее или сохранить ее в формате Word. То есть под программой тура, над датами тура, есть желтая кнопка «Скачать программу», на которую вы можете нажать и, соответственно, в Word программу получить. Кроме того, в разделе «Агентства», также на сайте «Карелия Гид», у нас есть ссылка на Яндекс.Диск, где выложены все программы, в том числе и на лето 2022 года. Так что можно взять программу оттуда, если такой вариант будет для вас удобнее. Ну, и вот как раз комиссия. То есть это вопрос важный, понятно. И на слайде вы можете посмотреть, какую комиссию мы выплачиваем за бронирование наших поездок. Хочу также проговорить тот факт, что в этом году мы очень повысили комиссионное вознаграждение на продажу туров на Соловецкие острова. Это касается тех туров, в которых туристы самостоятельно на поезде по железной дороге добираются до Кемин и далее уже группа собирается и с экскурсоводом отправляется на Соловки на один, на два, на три или на четыре дня. Комиссионное вознаграждение составляет 15% для наших агентств, поэтому, надеюсь, у вас Соловецкие острова также будут востребованы как направление, и вы пришлете к нам большое количество заявок, а мы сразу же отправим в тур ваших туристов. Обратите внимание, также красным у нас выделено на слайде последний пункт – это специальные условия для туроператоров. Если вы есть в реестре и сами работаете с агентской базой, то при регистрации на нашем сайте или если у вас уже есть личный кабинет, то можно просто написать мне на электронную почту, обязательно сообщите об этом, поскольку для туроператоров у нас существуют специальные особенные условия и комиссионные вознаграждения на большинство туров для них повышены. То есть я сделаю соответствующую отметку и наша система будет автоматически рассчитывать комиссию для операторов, когда вы будете делать то или иное бронирование. Есть еще несколько таких вот бонусов, которые мы на слайде не прописали, но которые с нашим любимым директором вчера буквально проговорили. При бронировании 30 любых заявок мы готовы отправить бесплатно менеджера вашей компании в одну из наших однодневных поездок на выбор, пожалуйста. Ну, скорее всего, это будет русский Алла. 30 заявок, это, ну, звучит как бы много, но это не так много на самом деле, особенно если ваши туристы приезжают откуда-то издалека, берут несколько экскурсий в Петербурге на разные дни, бронируют какие-то туры в Карелию, Выборг, Новгород. В общем, достаточно легко и быстро можно это количество накопить. Также мы с радостью поделимся рекламными материалами. У нас в офисе есть буклеты, у нас есть каталоги, которые рассказывают также о Карелии, как о направлении. Если вы в Петербурге, мы можем организовать доставку в ваш офис, пожалуйста. Если вы в каком-то другом городе находитесь, то, возможно, также доставка почтой. С одной секунды, прошу прощения, у нас низкий уровень заряда показывает. Надо взять сейчас секундочку проверим, чтобы нам случайно не отключиться. Все, проблема устранена. Сегодня техника не на моей стороне. Благодарю своих коллег за помощь. Так вот, если у вас есть такая необходимость или желание, мы можем выслать вам какое-то определенное количество каталогов и буклетов. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, пишите на почту. Все сделаем, если это поможет вам в продаже туров. Едем дальше. Ну и, собственно, что касается бронирования. Мы работаем через личный кабинет. И на следующих, опять же, в слайдах я покажу вам, как именно можно зарегистрироваться и оформлять заявки. Также на слайде указан мой непосредственный электронный адрес агент собачка карелиагид.ру. Вы также можете писать мне на почту, если возникли какие-то сложности. Ну и тот самый телефон, про который я говорила, который всегда со мной. Вот также его номер здесь на слайде указан. И телефон, и почту. Все это всегда можно посмотреть на сайте карелиагид в разделе агентства. Все это также прописано. Ну и вот так, собственно, выглядит наш сайт. Если вы пересчелкнетесь на вкладку агентства, то появляется такая заставка. Здесь фотографии из предыдущего нашего рекламного тура. Обратите внимание, слева внизу желтая кнопка. Она вроде такая яркая, но как-то вот ее не замечают. Мне очень часто звонят. Войти в кабинет агента. И даже если кабинета агента у вас пока еще нет, вы все равно нажимаете на эту кнопку и переходим в следующий раздел. Раздел регистрация. Обратите внимание, здесь все очень просто. Вот такая нехитрая форма выпадает. Нужно завести свой логин. Чаще всего это электронная почта. Нужно самостоятельно придумать пароль. Пароль потом при необходимости, если забыли, не сохранили что-то еще, связывайтесь со мной, я вам обошлю новый, то есть это не проблема. Ну и заполняются основные реквизиты вашей компании, да, вашей организации. И когда вы это сделали и сохранили, мне на почту падает уведомление, что у нас зарегистрировалось новое агентство. Я тут же сделаю ваш профиль активным, и в принципе вы можете тут же начинать работу, то есть можете сразу выбирать и бронировать тур. Единственная просьба, мы параллельно с вами должны заняться договором, то есть его нужно будет скачать, подписать, сканы прислать либо мне на электронную почту, либо подгрузить в личном кабинете, как вам удобнее. Ну и, соответственно, далее обмениваемся с вами оригиналами договоров. То есть вот такая, в общем, очень простая, не хитрая система. Это все делается буквально за считанные минуты. Я стараюсь тоже сразу же оперативно реагировать, поскольку вижу непрочитанное пришедшее новое письмо. И работать, соответственно, можно легко и просто далее уже в личном кабинете. Как можно выбирать туры? Можно это делать двумя вариантами, либо через закладку подобрать тур. Тогда у вас выпадет вот такая, как на схеме у нас показана, форма. Здесь можно сделать такую фильтрацию, да, можно выбрать какие-то положения, по которым вы хотите отфильтровать. Это можно сделать по дате, это можно сделать по продолжительности тура, по направлению, это Карелия или Северо-Запад, или какие-то еще маршруты. И, соответственно, вы тут же видите стоимость туры, видите размер своего комиссионного вознаграждения. Отсюда можно скачать программу, не возвращаясь на сайт. Ну и если вы нажимаете на желтую кнопку забронировать, то уже далее переходите непосредственно к самому заказу. Можно сделать бронирование через закладку «Оформить тур». Вот вы, например, уже знаете, что вы выбираете тур «Семь чудес» и «Мраморный каньод Рускеала». Выбираете соответствующий тур, и здесь уже сразу же выпадут варианты стоимости. Это может быть полная стоимость или стоимость по раннему бронированию, как и представлено на слайде. Здесь же проставляется количество взрослых, количество детей, выбирается нужная дата и заполняются контактные данные туристов. Также, повторюсь, именно здесь внизу будет такой подраздел «Контактные данные». Здесь же прошу вас внести телефон туриста, который будет работать в тот момент, когда он будет находиться в Петербурге и находиться в поездке, поскольку именно на этот номер мы будем высылать смс-сообщение с информацией по отправлению, либо указать в ваш собственное, если вы хотите эту информацию получить первыми и самостоятельно передать ее туристу. Ну а далее, как будет выглядеть ваш личный кабинет уже в процессе работы, когда у вас появится несколько, например, заказов или много, как мы надеемся, заказов. Здесь будут перечислены все заказы, которые у вас есть. Также указано название тура, количество дней, стоимость, ваше комиссионное вознаграждение, будет стоять статус, оплачена ли заявка, подтверждена ли она, извините, и в разделе «Подробнее» там будет такая кнопка, на ней будет написано «Заказ». всегда можно внутрь заказа зайти и посмотреть, соответственно, его изнутри, его состав. Вот так будет выглядеть, да, будет наверху проставлен номер заказа, опять же, будут прописаны данные туристов, которых вы отправляете, ну и все-все-все, что касается данной заявки. Хочу обратить ваше внимание на две кнопки, тут вот может быть мелковато немножко, но тем не менее, если вы зайдете в кабинет, вы все это посмотрите и поймете, о чем я говорю. Здесь, во-первых, можно скачать самостоятельно счет на оплату, это очень удобно, то есть вам не нужно обращаться ко мне, мне не нужно обращаться к бухгалтерии, да, вы все сделаете сами, оплатите, и мы увидим вашу оплату. Здесь же можно скачать ваучер, потому что вообще на наши туры не требуется никаких бумажных подтверждений, у туриста мы не просим. На посадке у гида есть списки, он сберяет по фамильности, соответственно, да, чтобы клиенты купили именно этот тур, который он сопровождает. Но время сейчас беспокойное, и некоторые наши путешественники хотят все-таки иметь какую-то вот бумажку, чтобы была на руках. Если вы нажмете под фамилиями в желтую кнопку скачать ваучер, то появится такая бумага, ваучер, документ, на котором будут написаны фамилии туристов и все их данные, будет написано название тура, который они приобрели, даты, то есть самая вот такая актуальная информация для них, и также будет еще раз напоминание о том, как именно они получат информацию по отправлению на свой конкретный тур вечером, накануне дня заезда. Так, что у нас дальше? Дальше у нас способы оплаты. Ну, что касается способов оплаты, вы вот уже видите, наверное, что мы в этом смысле очень гибкие, возможны любые варианты, которые вам подходят из представленных на сайте вплоть до наличных в офисе. Это, ну, конечно, больше, наверное, прямые туристы, они хотят посмотреть, что офис существует, фирма существует, приходят к нам, оплачивают наличными в офисе. Мы находимся в самом центре Петербурга, у нас прекрасный вид из окна, поэтому туристы очень часто так мимо пробегают и бегут сразу же как-то фотографироваться. Ну, конечно, тем, кто находится далеко от Петербурга, в регионах России, ну, вам, наверное, подойдут какие-то другие варианты, опять же, из представленных здесь на этом слайде. Особенности продаж. Здесь некоторые моменты мы хотели бы осветить, которые касаются наших туров, которые могут отличаться от других операторов, которые работают с Карелией. Во-первых, обращаем ваше внимание, что у нас нет экскурсии в горном парке Рускеала, но мы считаем это своим преимуществом, потому что времени в парке не так много, и наши гиды рассказывают максимально подробно про парк по дороге. Когда мы едем в Рускеала, время есть обо всем рассказать, на месте ориентируют еще раз, где куда пойти, где находится тот или иной интересный объект, и это дает возможность туристам все-таки побольше погулять самостоятельно. В Рускеала примерно 2,5 часа получается у нас в зависимости от программы. Можно посетить какие-то дополнительные платные возможности использовать парка. Многие спрашивают, например, про подземную Рускеалу и так далее. Это требует времени. И, кстати, сразу скажу, если вас интересует этот момент, что подземную Рускеалу заранее забронировать невозможно. Это делается только на месте и при наличии свободного времени, куда мы пребываем, поэтому этот момент мы не можем гарантировать. Так что туристы гуляют. Парк на самом деле природный, очень видовой. В общем, летом по хорошей погоде можно получить массу удовольствия, сделать какие-то покупки в сувенирных лавочках, зайти в кафе, пообедать и так далее. То есть 2,5 часов в этом смысле им достаточно. Если бы была экскурсия, свободного времени было бы значительно меньше. Мы стараемся, конечно же, мониторить рынок, тщательно сверять цены, чтобы наши цены были конкурентоспособными. Поэтому вы всегда можете рассчитывать на то, что у нас будет очень-очень адекватная цена на тот или иной тур. Мы рассчитываем туры индивидуальные, корпоративные. У нас есть прекрасный корпоративный отдел, который занимается турами любой сложности для ваших туристов. Вот справа от меня ассистирует, отвечает на вопросы моя коллега Ксения. Она как раз руководитель этого отдела. И для нее нет ничего невозможного. Это могут быть какие-то поездки с личным водителем, с личным видом. Это могут быть поездки на микроавтобусах, на больших автобусах. Это может быть вертолетный тур. Мы таким занимались. Вот поэтому тоже, если к вам приходит какой-то заказ, не пугайтесь сразу, даже если он кажется очень сложным. Пишите нам и мои коллеги с удовольствием помогут вам рассчитать ту или иную программу. Так, что еще у нас интересует? Даем нашим туристам возможность подселения. То есть, если к вам приходит один турист, но ему дороговато платить за одноместное размещение, то мы можем попытаться найти ему пару. Это без гарантии. То есть, мы, конечно же, будем ждать. То есть, возможно, придет второй человек, который хотел бы объединиться таким образом. Подселение у нас всегда по половому признаку. То есть, мужчина с мужчинами, женщина с женщинами. Единственное, мы просим проговаривать тот момент, что если все-таки подселение не найдется, то накануне выезда мы вам позвоним и попросим туриста все-таки доплатить до одноместного размещения, поскольку пара ему не нашлась. Ну, по крайней мере, стараемся со своей стороны, чтобы у них была понимание тех, кто работал с нами раньше, что в предыдущем сезоне у нас существовала, как бы у нас шла стоимость только половинки двухместного номера, если это тур на два или более дней, и существовала доплата за одноместное размещение, в которую не была заложена комиссия. На этот сезон мы изменили все это дело, и у нас теперь есть уже рассчитанная стоимость одноместного размещения, то есть, это означает, что вы получаете комиссионное вознаграждение со всей суммы. То есть, это для вас более выгодно, и мы захотели сделать так, чтобы вам было приятнее бронировать. Также обратите, пожалуйста, внимание на еще один момент. У нас есть возможность бронирования первых рядов в автобусе. Что это означает? Вы можете выкупить первый ряд за водителем два места, или второй и третий ряд также за водителем и за гидом. Все доплаты за передние места прописаны на нашем сайте под каждым туром, в разделе оплачивается дополнительно. Это очень удобно, для тех туристов, которые хотели бы гарантированно сидеть на конкретных местах, потому что, ну, в противном случае рассадка у нас свободная, то есть, уже автобус подъехал, да, кто куда сел, тот на тех местах и поехал. Если вы хотите гарантированные места, пожалуйста, предлагайте такую опцию вашим туристам. Единственное, у меня лично очень-очень большая просьба, если у вас туристы хотят места выкупать, вы со мной связываетесь заранее по телефону или пишите мне в чате по заказу, он существует в нашем личном кабинете, о том, что туристы вот хотят эти места, прежде чем их подтвердить, потому что, если даты какие-то летние, популярные, да и вообще даже на регулярных датах, если вы накануне тура бронируетесь, вполне вероятно, что они могут казаться уже выкупленными. Поэтому давайте мы с вами всегда этот момент будем, ну, уточнять, прежде чем гарантировать туристу. Гиды, конечно же, предлагают разнообразные экскурсии, некоторые можно оплатить при желании заранее в офисе, это тоже обычно прописывается в разделе, оплачивается дополнительно, где именно эти экскурсии покупаются. Также гиды собирают, например, деньги за обеды. Если туристы хотят пообедать на маршруте, мы можем организовать групповой обед или дать им возможность пообедать самостоятельно, тем, кто не хочет есть какие-то вот комбы и обедать в составе группы. Ну и что касается программ, я уже об этом упомянула, поэтому тут не буду повторяться, наверное, можно либо скачать с сайта, либо взять с Яндекс.Диска в агентском разделе, да, какие-то интересующие ваши программы и предоставить их туристу. Тут немножко дублируется слайд, получается, мы, в общем-то, уже проговорили, но мы сейчас в основном работаем через личный кабинет. Это самая такая удобная форма для всех, так что надеюсь, что и вам будет комфортно и удобно с нами в личном кабинете работать. Ну и тоже несколько слов, наверное, про кэшбэк, хотя Юлия тоже уже вам о нем немного рассказала. Да, действительно, все, наверное, знают, что программу продлили. Вернуться из тура нужно до 30 июня, оплатить поездку нужно до 30 апреля полностью. Карты Мир, которые зарегистрированы в соответствующей программе. Наши туры от трех дней, которые две ночи должны быть минимальны, все подпадают под эту программу, кэшбэк, так что вы, конечно же, можете дать туристу такую возможность сэкономить. Тоже в чате по заказу, просто если вы бронируете путешествие, пишите мне о том, что хотите вот именно этой программой воспользоваться. Я вышлю вам специальную ссылку на оплату, в этом случае формируется специальная ссылка. Клиент оплачивает тур по ссылке карты Мир, которая зарегистрирована, он получает свою скидку, а вы выставляете нам счет на получение своего комиссионного вознаграждения. Соответственно, формулировка, которая должна быть в счете у нас в лас-лайде указана, и мы выплачиваем вам ваше вознаграждение, как и полагается. Ну, а дальше самое интересное, наверное, долгожданное, уже много звонили, сразу после Нового года как-то начались звонки, начались вопросы. Это рекламный тур, который мы сформировали для вас, постарались все самое интересное и полезное туда включить. Что необходимо для участия в рекламном туре? Ну, конечно же, это заключенный договор, чтобы мы понимали, что вы работаете или планируете работать с нашей компанией. Также мы попросим вас выставить карточку агента. Забронировать тур можно будет через ваш личный кабинет. Единственное, повторюсь, его пока нет на сайте, но мы закончим вебинар, и спустя какое-то короткое время тур на сайте появится, и можно будет ваши заявки высылать. И едем мы в тур совсем скоро, меньше месяца осталось. Планируется он у нас на три дня в период с 20 по 22 апреля. И на следующем слайде у нас представлена программа, короткая программа рекламного тура, она будет подробно расписана на сайте, где вы можете посмотреть, как именно строится наше с вами путешествие. Я, кстати, планирую этот тур сопровождать вместе с гидом. И две поездки, два места в рекламном туре мы с вами обязательно после моего рассказа разыграем. Думаю, что это такое долгожданное событие, так что познакомимся лично, как я и сказала, планирую тоже поехать с вами. Всегда хочется знать вживую людей, с которыми ты работаешь, с которыми ты общаешься. Так вот, обратите внимание, пожалуйста, на программу первого дня. Сначала мы с вами поедем в город Сартовало. По дороге, конечно же, будем делать остановки у самых интересных объектов. Я про объекты подробно рассказывать не буду, потому что Юля уже основную часть проговорила. Но, тем не менее, это будет крепость Карела, это будет Лютеранская кирха. Мы с вами посмотрим отели города Сартовало, пообедаем, обед будет включен в стоимость программы, и во второй половине дня поедем на водопады Ахенкоске и поедем знакомиться с горным парком Рускеала. После чего вернемся в город, переночуем в отеле Сартовало, самостоятельно поужинаем, проведем как-то свободное время вечером, погуляем по городу, да, наверное, если силы будут. И на следующий день свеже отдохнувшие после завтрака отправимся смотреть гостиницу Рантала. Это пригородный отель, современный. Мы в этом году организовывали новогодний тур с размещением в этой гостинице. Также планируем летом некоторые из наших групп там размещать, поэтому, надеюсь, вам это будет интересно и полезно. Мы с вами прогуляемся, пойдем в поход по экотропам вдохновения. Мы с вами посмотрим отели города Петкеранта. Это два отеля, Белые мосты и Ладога фьорд. Я думаю, что это тоже будет очень полезно для дальнейшей работы, потому что наши группы в этих отелях непосредственно селятся и всегда полезно посмотреть, сделать фотографии и составить свое собственное впечатление о той или иной гостинице. Также мы с вами посещаем новую деревню. Мы с вами переезжаем в Петрозаводск и размещаемся как раз в загородном клубе Авиаретро. Обратите внимание, что у нас вечером будет также входить в программу рекламного тура, за это не нужно будет доплачивать. Будет организован ужин и развлекательная программа на базе туристической, так что надеюсь, мы с вами проведем прекрасный вечер и сможем поближе познакомиться. Ну и третий день у нас будет отводиться для ознакомства с Петрозаводска, со столицей Карелии. Мы обязательно посмотрим на город, у нас будет обзор на экскурсии. Мы съездим с вами на водопад Кивач. Мы с вами посмотрим, также у нас два отеля, да, три отеля запланированы по программе. Это гостиница Руна, Северная и Караван, так что тоже, надеюсь, будет интересно посмотреть своими глазами. Ну и затем отправимся в обратную дорогу, уже непосредственно в Петербург, но по дороге также будем делать остановки, в частности, в деревне Киндесова, тоже Юля рассказывала, наверное, запомнили, да, рассказ про эту веселую деревню, и остановку в фермерской усадьбе, где можно купить какие-то фермерские продукты, да, чтобы привезти с собой в Санкт-Петербург. Стоимость участия на слайде указана, это 4900 рублей, ну, практически все здесь включено, мы должны заплатить сами только за ужин в Сартовало в первый день, за обед в Петрозаводске в последний день, и экотропы Ахвенкоски у нас в стоимость не входят, а все остальное, максимально билеты в музеи, да, посещение каких-то объектов, так далее, и так далее, это все у нас будет запланировано. Да, кстати, в Сартовало здесь или не прописано, или я не увидела, потому что мелкий шрифт, вот, а, прописано, да, мы посещаем с вами деревню Викингов, это тоже очень интересный интерактивный музей, так что посещение также будет для вас, ну, бесплатно, оно будет включено в базовую стоимость рекламного тура. Дальше, наверное, у нас будет завершительный слайд. Здесь прописаны все наши контакты, еще раз указан мой телефон, указано время работы офиса и колл-центра, но это не столь важно, да, потому что вы будете общаться непосредственно со мной, я отвечу вам и после 22.00 и до 10 утра, если это будет вам необходимо. Ну и что, теперь самое интересное, теперь разыгрываем рекламник. У меня будет два вопроса общих таких, на общее знание, да, потому что, ну, непроличный же кабинет вас спрашивает, это как такая проверка сразу же, да, понимаете, или вы слышали, поэтому, наверное, тут кто первый ответит, да, на скорость будет вопрос. Итак, вопрос номер один. Какое животное изображено на гербе Республики Карелия? Есть. И есть правильный ответ, я думаю, что Ксюша тоже успела, да, отследить, сейчас поздравим победителя, мы вас поздравляем, я надеюсь, совсем скоро мы с вами сможем лично познакомиться и отправиться в увлекательное путешествие в Карелию. Ну и второй вопрос будет непосредственно как раз про рекламный тур, я намеренно не упомянула название, но на слайде, если вы смотрели, то наверняка увидели, и поэтому тоже, наверное, придется тут на скорость ответить. Скажите, пожалуйста, вокруг какого озера будет построена программа рекламного тура. Тоже есть правильный ответ не с первой попытки. Отлично, я очень рада, что у нас есть победителя, я хочу вас от всей души поблагодарить за то, что вы нашли полтора часа чуть побольше свободного времени для того, чтобы с нами встретиться, нас послушать, мы правда очень готовились, подбирали красивые фотографии для вебинара и хотели, чтобы вам было с нами интересно, комфортно, чтобы вы захотели сотрудничать с нами в дальнейшем, поэтому жду ваших регистраций, жду ваших писем, жду ваших звонков и желаю нам всем отличного сезона, добрых, приветливых, замечательных туристов и всего самого хорошего, здоровья вам и вашим семьям. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok